Друзья, здорово, с вами дядя Сережа. Давненько я вам обещал снять выпуск, на что снимаю, монтирую и так далее, и так далее. И что значит? Время пришло. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Так, ребят, но перед этим немножечко истории и добавим рекламы. Реклама! История малиции техники дяди Сережа. Друзья, ну и что? Дядя Сережа, становление блогером, когда он стал, открыл свой канал, начал снимать, была камера GoPro 3 Plus Black в 2014 году. На нее и был снят первый ролик. На самом деле первый ролик не вышел на канал, потому что он хранится, и часть материала потеряна, хранится где-то на ноутбуке, на винчестере, и это было в Испании. Там присутствовал принц и я почему-то этот ролик не смонтировал и не выложил. Это начало. Тренируйтесь всегда и везде. Сограда, фамилия, отжимания. Поехали! Это такая маленькая камера, которую, в принципе, вот так я и снимал. Бывает, потом прикрутил к ней небольшой штатив. Но в 2015 году, плавая на каяках в Таиланде, я ее утопил. Точнее, не утопил, я ее уронил в соленую воду, и, естественно, она перестала работать. Надо же было думать своей тупой башкой, чтобы всю технику сложить в пакетик, чтобы на ней не попала вот эта морская вода. Но дядя Сережа думает, когда уже все уплыло. И в итоге, тогда был дополнительный пендель, купить немножечко новой техники. И я перешел на GoPro 4. Тогда вышла четвертая камера, и она была двух версий. Black и Silver. И Silver была сзади с дисплейчиком, но была менее, так скажем, мощная по характеристикам. 15-й был. Ну и также там сменилась простая селфи-палка уже на трехосевой стабилизатор, чтобы картинка была более плавная и не дрожащая, потому что в этих камерах стабилизатора внутри не было. Ну, друзья, дальше, когда дядя Сережа приехал в Россию, в Санкт-Петербург, он продал свой фотоаппарат Canon 6D, который, кстати, участвовал иногда в съемках, точнее, не иногда, на него снимались новости дяди Сережи. Продал его и купил бэушную Sony A7S. В то время революционная камера, которая дала, так скажем, толчок в развитии монтажа и какой-то операторской небольшой работы. И немножечко маленькая извилина, отвечающая за режиссуру, заработала. И, друзья, вот это, вот она, старенькая, прекрасная фотокамера, полноформатная, беззеркальная, давала чудеснейшую картинку в тот момент, но в ней был один огромный недостаток для блогера, который снимает сам себя. Это хреновый автофокус. Очень хреновый, промахивающий. Непонятно, что он вообще фокусировал, что захотела она. Она все время фокусировала то, что не нужно. И пришлось, уже потом, когда мы прилетели в Таиланд, купить новую камеру. И это был Canon 80D. По качеству картинки Canon, конечно, проигрывал Sony. И по размерам она была здоровее и тяжелее, естественно. Это один из ее минусов. Но у нее было огромное количество плюсов. Это поворотный экран, который в Sony, увы, не реализован так, что ты можешь снимать сам себя, то есть развернуть его и смотреть на себя любимого. Вот. Также у нее был плюс то, что аккумулятор держал намного большее. Также у нее был плюс то, что можно было куда ткнешь, там и фокусируется. То есть сенсорный экран. Также у нее был плюс, что на нее были дешевле объективы. Намного. Их было огромное количество. Но у Canon были свои минусы. У него не было стабилизации на матрице. В то время уже практически у всех камер она появлялась плюс. Точнее минус. То, что у Canon был очень большой вес и 3-8 стабилизатор не держал ее. И еще один минус. То, что она была не очень светосильная. Вот. И тогда наступает 2017 год. И дядя Сережа покупает себе новую камеру. Sony A6500. И Sony у нас остается основной камерой. То есть эта камера у нас основа. Напишем это так. Прекрасная камера, конечно же, она не идеальна в моем понимании, что в ней есть тоже свои минусы. Из минусов. Это у нас маленький аккумулятор. Она перегревается, когда снимает 4К. И огромный минус для блогера, который снимает сам себя. Это то, что опять же дисплей у нас не поворотный. И вот если бы хотя бы дисплей был повернутый, тогда было бы намного проще. Но у нее есть большой плюс. То, что у нее отличный автофокус. И поэтому ты уверен, что практически всегда она сфокусируется на твоих глазах. Или на твоей безупречной белоснежной улыбке. Поэтому, конечно же, она мне очень нравится. Также она у нас снимает в 4К. И 120 кадров в секунду Full HD. Можно замедлять видео. Будет очень красиво, когда делаешь какие-то ролички такие. Переходики. Вот. Также у нее плюс то, что она имеет в себе стабилизатор матрицы. И можно ее брать. И немножечко это будет сглаживать. То есть, когда ты идешь, если ты аккуратно не трясешь сильно камеру, то в принципе не будет сильно дергаться. Потому что такая штука должна быть. Часть вторая. Технику, которую использую сейчас. Ребятки, ну что? Сейчас расскажем, что мы используем в данный, скажем, момент. В путешествиях я вам расскажу. Основная камера, конечно же, это Sony Alpha 6500. Сейчас она снимает. И также на ней у нас объектив Sigma 16 мм 1.4 для кропнутых камер. Он очень крутой, вышел совсем недавно, недорогой. И при этом размывает все нахрен. Взади, когда вот снимаешь себя. Это такая немножечко киношная картинка получается. Если ее еще там чуть-чуть ретушировать, она, конечно, была бы намного интереснее смотрелась. Основной объектив вообще был 10-18 с диафрагмой N4. Из объективов, в принципе, все. Sony остается CMS как вторая камера дополнительная. Плюс на нее в основном делаются фотографии. И практически вот все последние фотографии сделаны на нее. В Dash'ном инстаграме. Так что подписывайтесь, посмотрите. В Сочи дядя Сереж купил экшн-камеру Sony, которая снимает 4K, стабилизирует. Она была взята для Эльбруса в основном. И, конечно же, очень хорошая камера. У нас почему-то она немного хрипит, мне кажется, с микрофоном внутри. Может быть, это было какая-то бракованная. Вот. Поэтому к ней нужен дополнительный, я думаю, микрофон. И она сейчас снимает в ложике Даша. Так что можете посмотреть на ее канале. Что еще? Трехосиловый стабилизатор для картинки. Электронный, естественно. Для такой плавной картинки, красивой. Когда ты ходишь, снимаешь что-то, чтобы руки не дрожали, хоть в камере стабилизатора. Из микрофонов я все время использовал Rode, потому что он очень мало весит. И не нужны никакие батарейки мне уставлять. Но он чего-то начал хрипеть. Просто так. Поварает, снимает статично и начинает хрипеть. Непонятно почему, ни ветра, ничего нет. Поэтому, судя по всему, этот микрофон себя отжил. Но прожил он достаточно долго. Наверное, в районе года. И стоит самый дешевый, вроде бы, Rode. Так. Дядя Сережа сейчас с объективом в Китай купил два микрофона. Это Боя такой маленький микрофон. Такой смешной, как лапка кролика. И вот сейчас на камере у нас стоит микрофончик, так скажем, направленный. Его буду, я думаю, использовать всегда. Из штативов. Вот этот штатив Дядя Сережа делал с собой. Он удобно тоже складывать, конечно, тяжелый. Но, что-то надо. Приходится периодически таскать. И еще штатив, который остался за бешеные бабки. Спасибо Ленче из Таиланд, который мне его подарил. Джоби. Вот. Он остался дома. И, в принципе, для него не было места. Этого хватает за глаза. Также дома осталось еще несколько объективов. И GoPro тоже валяется там со стабилизатором в полке. Там еще, мне кажется, есть всякого барахла старенького. И переходим к дронам. Чего ты смеешься? Смешно тебе? Ну, он тоже. Вот. Часть 3. Дроны-еликоптеры. О! Я решил посвятить этому отдельную часть, потому что у меня опыт есть тоже с ними. И есть, что рассказать. Первый дрон появился у нас в Санкт-Петербурге, Дарфлёдов Таиланд. В 15-м году это был DJI Phantom 4. На тот момент топовый дрон. Тогда Mavic'а еще не было. И он занимал огромное количество места. Огромная коробка, которую приходилось таскать. Она занимала много места. Особенно в ручной кладе. Когда ты куда-то летишь, и приходится места мало в ручной кладе. И оставалось место только на шорт какие-нибудь. И может быть пара трусов бы в лес. И все. Вот такая коробища. Таскаешь ее все время с собой. Не то, что вот этот маленький дрон. Потом он вышел. И я, конечно, этому был очень рад. Но сегодня, точнее вчера, вышел новый Mavic Air, который еще меньше. Раскладной маленький дрон. Очень мне тоже импонирует. Может быть, когда-нибудь я его потом куплю. Вот. Mavic. В отличие от моего Phantom'а первого, менее стабильный дрон. Потому что он легкий. Его легко может сдуть ветром. Вот и все. Он разложился. Его поставил. И маленький пульт. Тогда у Phantom'а был пульт примерно как вот этот дрон. Белый, здоровый пульт, которым ты управляешь. Зато Phantom, конечно, был более четкий, скажу я вам. Более такой надежный. Даже, наверное, если бы он не грохнулся с небольшого расстояния, вряд ли бы он как-то сильно бы сломался. Сюда вставляет телефон. И все. Ты можешь работать. Сейчас будет орать. Phantom. Phantom дядя Сережа продал. И купил себе Mavic. В том же Таиланде. Чтобы он занимал мало места. Его можно было сунуть в какой-нибудь карман. И поехать куда угодно. И ручная кладь освободилась у меня. И можно было уже положить, помимо двух трусов, еще три пары носков. Что хочу сказать о дроне. В Сочи, когда я прилетел. Сочи, какой-то несчастливый город для дронов. Один дрон у меня улетел. И сигнал не пропал. Как мне говорили ребята, что, возможно, его какая-то шишка приехала. И его какие-то там военные его взяли, перехватили сигнал. И в море его выбросили. Вот. Но сигнал все время был. Я мог им управлять. Только что ему было как-то тяжело лететь. То есть он летел в мою сторону, но стоял как-то на месте чуть-чуть. Вот. И в итоге один дрон минус. Второй дрон минус. Это потому что я тупой качок. Естественно, там не выставил какие-то определенные точки. И начал облетать отель. Облетал отель. Мне там просили снять. И в итоге дрон возвращался назад. Когда потерял сигнал с пультом за отель, когда я залетел. Полетел обратно. Набрал скорость. Не увидел решетки перед отелем. И. Грохнулся. Разбился. В итоге потом я этот дрон купил у какого-то работника за 10 тысяч рублей. Свой же дрон. Я об этом потом еще выпуск сделаю. И это третий дрон мой. С ним вроде бы проблем у нас нет. Так что дроны. Это тема такая очень опасная. И когда ты полетел. Будь готов, что ты возьмешь его и просрешь. Он возьмет и улетит от тебя. Так. Что еще? Ну, наверное, пару слов сказать. Я монтирую на Маке. Это Мак Про 2014 года. Мак Про 2014 года. Я его купил. Топовый. И. Ни чая в нем ничего. Отличный. Отличный. Так скажем. Отличный ноутбук. У него в отличие от новых. Есть всякие входы. Которые карточки. Очень удобно вставлять. У новых. Apple как обычно пошопились. Хотя, чтобы больше бабок им выливали. Вот. Отличный. До тот момент стоил в районе 150 тысяч. 16 гигов оперативки. 500 SSD. i7. И видеокарта тут еще есть. Отличный ноутбук. Проблем с ним никаких не было. Сначала я монтировал в iMovie. Программа такая. О. Программочка. Сейчас мы покажем. Вот она. iMovie. Простая программа. Все по-русски. Встроена. За нее не надо ничего платить. Очень удобно. О. Дашенька тут у меня еще монтирует. Старые ролики. И потом я перешел на программу Final Cut. И было очень просто перейти с iMovie. Потому что они очень схожи. А Final Cut более профессиональные. Но. Она у меня конечно на английском. И я такой качок не знаю. Не знаю английского методом тыка. Но разобрался. Потому что очень просто было разобраться. О. Старая заставка новостей у меня подключилась. Вот. Прекрасный ноутбук. Это оправданные, выложенные. Конечно. Денежки были в него. Вот это все оборудование и техника. Если так подсчитать. Прикинуть. Наверное. Было порядка миллиона рублей вложено за эту картинку. Но. Вроде более-менее. Все оправдывается. Отрабатывает. Тем более. Это мне нравится. Я отношусь к этому как к какому-то своему хобби. Творчеству. И так далее. Четвертая часть. Сейчас будет. Часть. Четвертая. Заключительная. Вывод от дяди Сережи. На самом деле. Ребятки. Скажу вам. Что техника не решает. Большинство. Блогеров. Подняли свои миллионные каналы. Снимая практически на какой-нибудь гоубром. Потому что это в первую очередь рулит конечно же контент. А не та картинка. Потому что есть блогеры. Которые снимают потрясающе. Просто какие-то фильмы красивые. И у них очень мало подписчиков. Но. Мне это просто нравится. Поэтому я стараюсь делать как-то красивее. Хотя я не занимаюсь обработкой звука. Не занимаюсь обработкой картинки. Не рисую ничего там. И у меня довольно простой монтаж. Вот. А если бы я там что-нибудь заморачивался. Делал бы круче. Я просто ленивый на самом деле. Ленивый. Так что вы можете снимать свои фильмы. Просто на какой-нибудь айфон. Чуть-чуть монтировать немножечко. Придумывать каких-то идей. И так далее. И так далее. С вами был дядя Сережа. Если вам интересен выпуск. И у вас есть какие-то комментарии. Ставьте лось. И в принципе все. Вот. Банка. Банки. Э. Нет мокрых подмышек. Потому что. Не знаю. Потому что я помазал рексоны. Вот и все. Потому что 17 градусов. Не так жарко. Хотя она наверное в районе 27. Скоро похолода нет. Тут в Китае у нас. Все. До банка будет. Все. Как нажать стоп. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok